МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Лилия Анн. Эфир 41-го телеканала продолжит информационная программа «Воронеж. События. Факты». Смотрите сегодня в выпуске. Более 8 тысяч детей родилось в Воронежской области с начала этого года. Воронежскую область в рамках рабочей поездки посетил руководитель Федеральной службы Россельхознадзора Сергей Данкверт. За первое полугодие в Воронежской области изъято из оборота 20 партий молочной продукции. Воронежцы будут меньше переплачивать по микрозаймам. К новостям региона мы вернемся после обзора событий в стране и мире. ООН. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензиа воспользовался правом ВЕТТ в Совете Безопасности ООН во вторник, заблокировав продление на 9 месяцев трансграничного механизма для отправки помощи 4 миллионам человек на северо-западе Сирии. По утверждению дипломата, членам Совбеза ООН стоило принять альтернативный проект, предложенный России, который, по его словам, содержит практические меры для улучшения процесса. Трансграничный механизм и теперь можно спасти, однако только поддержав наш проект, сказал Небензиа. Сразу хочу публично предупредить, что если наш проект не будет поддержан, механизм можно будет закрывать. На техническое продление на любой срок в нынешних обстоятельствах мы не пойдем, добавил он. Перу объявило чрезвычайное положение на 90 дней по всей стране на фоне роста случаев синдрома Гиенна-Баре, редкого аутоиммунного заболевания, поражающего нервную систему человека. На кадрах, снятых во вторник, видно, как местные жители входят в больницу в Лиме, в столице Перу, в то время как другие люди ходят по улицам в масках. По словам доктора Рикарда Пена, эпидемиолога и советника министерского управления Министерство здравоохранения случаи синдрома Гиенна-Баре в последние годы составляли в среднем от 200 до 220 случаев в год, но с начала июня выявленный рост оказался больше, чем ожидалось. Национальный центр эпидемиологии и профилактики контроля заболеваний Перу выпустил эпидемиологическое предупреждение, чтобы предупредить медицинское учреждение об активном поиске случаев, чтобы определить, продолжается ли этот рост, превышающий ожидания, сказал доктор Рикарда Пена. Рут Домингес, жительница Лимы, выразила доверие к процедурам, принятым органами здравоохранения. Теперь-то болезнь. Здесь, в Перу, органы здравоохранения, Министерство здравоохранения должны принять меры по этому вопросу и не ожидать такого количества смертей, сказала она. По сообщениям местных СМИ, около 145 человек были выписаны, почти 30 госпитализированы, и четверо из них скончались на данный момент. СГБ – очень редкое неврологическое заболевание, при котором иммунная система человека атакует свою нервную сеть. Это вызывает сильную мышечную слабость, а иногда и паралич. По данным Национального института неврологических расстройств и инсульта, СГБ может протекать в диапазоне от умеренной степени с кратковременной слабостью до почти смертельного паралича. В некоторых случаях затрудняется самостоятельное дыхание. Индия. Местные жители в Нью-Дели размышляли о статусе Индии как самой густонаселенной страны на планете во вторник, который также отмечается как Всемирный день народонаселения. В 2023 году население планеты достигнет 8 миллиардов человек. В апреле Индия также обогнала Китай и стала самой густонаселенной страной в мире, согласно статистике Организации Объединенных Наций. Однако многие в индийской столице сочли причиной для беспокойства позицию своей страны на вершине мирового рейтинга населения. Рабочих мест становится меньше, а все другие средства к существованию сокращаются из-за увеличения численности населения. Так что стать крупнейшим в мире по численности населения – это нехорошо. И мы не должны этому радоваться, сказал Бридж Пхушан, врач из Нью-Дели. Мы превзошли Китай по численности населения. В некотором смысле хорошо, что у нас так много человеческих ресурсов, которые нужно задействовать. Но в то же время прогресс очень затруднен, потому что у нас ограниченные ресурсы. Поэтому всем приходится конкурировать за ограниченные ресурсы, добавил Пьюш Синг – государственный служащий на пенсии. По данным ООН, в настоящее время в Индии проживает по меньшей мере 1 миллиард 425 миллионов 775 тысяч 850 человек. И ожидается, что их число будет выше. В то время как население Индии, как ожидается, увеличится в следующем столетии, эксперты утверждают, что Китай уже достиг своего пика и будет неуклонно сокращаться. Некоторые предполагают, что в ближайшие десятилетия ООН может даже упасть ниже 1 миллиарда. Всемирный день народонаселения отмечается ежегодно 11 июля и направлен на повышение осведомленности о глобальных проблемах народонаселения. Мероприятие впервые было учреждено Советом управляющих программой развития Организации объединенных наций в 1989 году. Китай. Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко приняла участие в церемонии возложения цветов к памятнику народным героям на площади Тянь-Ань-Мэнь в Пекине во вторник во время своего третьего дня официального визита российской парламентской делегации в КНР. На кадрах кортеж со спикером Совета Федерации прибывает на площадь военный оркестр играет гимн России, а солдаты несут цветочный венок стели. Матвиенко прилетела в Китай по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Джао Лэ Цзи. В понедельник российский политик приняла участие в восьмом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству с ВСНП. Во вторник внезапные наводнения и оползни вызвали хаос в округе Цянью города Мянь-Энь в провинции Сычуань, поскольку на регион обрушились проливные дожди. Местные сообщения указывают на то, что река Ян-Максия в провинции Сычуань вышла из берегов, вода хлынула по улицам и затопила множество транспортных средств. В результате район Ян-Максия был временно перекрыт по соображениям безопасности. Местные власти эвакуировали в общей сложности 291 жителя, чтобы защитить их от обостряющегося кризиса. Сильное наводнение привело к перемещению тысяч людей по всему Китаю. Метеорологические власти страны выпустили предупреждение, указывающее, что июль принесет серию стихийных бедствий, включая наводнения, суровые погодные явления, тайфуны и высокие температуры. Позже, во вторник, китайские власти направили рабочих в провинции Сычуань для ликвидации последствий наводнения, сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям. Гонконг. Исполнительный директор Гонконга Джон Ли выразил свою обеспокоенность, перечислил возможные последствия в связи с планом Японии по сбросу радиоактивной воды в океан во время брифинга для пресса, состоявшегося во вторник в Гонконге. Ли подчеркнул серьезность ситуации, сказав, что сброс большого количества загрязненной воды в моря на протяжении более 30 лет в беспрецедентных масштабах сопряжен со значительными рисками. Он отметил, что существует ограниченное понимание потенциального вреда, которое это действительно может нанести в других областях. Для решения этой проблемы будет разработан план действий, и министр окружающей среды объявит о нем как можно скорее, как объявил Ли. Китайская таможня объявила в пятницу, что они запретят импорт продуктов питания примерно из 20% японских префектур из-за опасений по поводу безопасности, вызванных решением Японии выпустить радиоактивную воду в море, как сообщают международные СМИ. Сербия. Десятки скорбящих и членов правозащитных групп собрались во вторник в Белграде на шествие вознаменования 28-й годовщины резни в Сребренице. На кадрах видно, как присутствующие зажигают свечи и держат в руках платки, чтобы выразить солидарность с женщинами, переживающими Сребреницу, посредством художественной инсталляции «Материнский платок». Шествие проходило в парке рядом со зданием президента Сербии и было оцеплено полицией, чтобы небольшая группа протестующих не сорвала мероприятие. Демонстранты были замечены по другую сторону полицейского заграждения сербскими флагами и изображениями генерала Радко Младича, который возглавлял армию Республики Сербской во время войны в Боснии и чьи войска участвовали в резне в Сребренице. Боснийская война разразилась в 1992 году после распада Югославии, когда боснийские сербы инициировали восстание и территориальную экспансию с целью создания своего государства и присоединения к Сербии. Более 8 тысяч боснийских мужчин были насильственно разлучены со своими семьями, преследовались в лесах, окружающих Сребреницу, и впоследствии убиты в городе в июле 1995 года подразделениями армии боснийских сербов Республики Сербской. Тела жертв были спрятаны в многочисленных братских могилах, разбросаны по всему региону, чтобы скрыть чудовищное преступление. Греция. Десятки членов профсоюзов и студентов провели акцию протеста перед Министерством труда Греции в Афинах во вторник в ответ на смерть рабочего, который работал в экстремальных погодных условиях. На кадрах видно, как протестующие держат плакаты, такие как «Больше никакой крови ради прибыли», а также вступают в дискуссию с министром труда и социального страхования Греции Аддонисом Георгиадисом. Пока изменение климата прогрессирует, а для работников не принимаются меры поддержки от повышения заработной платы до повседневных мелочей, и создающих гуманные условия труда. Ситуация будет становиться все более сложной, сказала студентка Анна Паратира. Инцидент, вызвавший протест, произошел, когда мужчина перенес смертельный сердечный приступ во время работы под полуденным солнцем на верфях Элевсины. В ответ на этот инцидент Министерство труда Греция опубликовала в понедельник рекомендации для работодателей. Сообщается, что эти меры включают сокращение объема работ с высокой температурой в часы пик, сведение к минимуму работы в жарких районах, оснащение зон отдыха, кондиционерами и обеспечение доступа к достаточному водоснабжению. Новости ближнего зарубежья. Польша. Премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий заявил во время мероприятия, посвященного 80-й годовщине резни на Волыне в Варшаве во вторник, что не будет полного польско-украинского примирения в отношении резни на Волыне без нахождения останков убитых и честования их. Мы призываем к памяти, мы взываем к памяти, мы взываем о разрешении искать, разыскать и эксбумировать всех наших предков, сказал Моровецкий. Это не только наша проблема, это также украинская проблема. Премьер-министр Польши принял участие в церемонии вместе с ВИЦе, премьер-министром Польши Ярославом Качинским, а также другими представителями польских властей. По оценкам, до 100 тысяч поляков были убиты в результате серии массовых убийств, совершенных в оккупированные немцами Польши украинской повстанческой армии в 1943-45 годах. Наибольшее количество убийств было зафиксировано 11 июля 1943 года, которое стало известно как Кровавое воскресенье. В тот день украинские националисты напали на польских мирных жителей почти в 100 местах на территории нынешней Волынской области Украины. Нападение было спланировано и скоординировано таким образом, чтобы украинские националисты застали врасплох как можно больше поляков во время воскресной мессы. Считается, что около 60 тысяч человек, в основном женщины и дети, погибли на Волыне в Кровавое воскресенье. Литва. Президент Европейской комиссии Урсула Фондер-Ляйен прибыла на второй день саммита НАТО в Вильнюсе. Во время своего вступительного слова Фондер-Ляйен подчеркнула, что Европейский Союз оказал финансовую поддержку Украине в размере 700 миллиардов евро за последние 16 месяцев, а также представил убежище 4 миллионам украинцев. И мы беспрецедентным образом доставили военное оборудование в зону активных боевых действий. Только на этой неделе Европейский Союз принял законопроект об увеличении производства боеприпасов, которые так необходимы. Цель иметь миллион патронов, произвести миллион патронов в течение следующих 12 месяцев, подтвердила она. В качестве ответной меры на поставку Соединенными Штатами кассетных боеприпасов Украине вооруженные силы России будут вынуждены применить аналогичное вооружение в зоне конфликта, сообщил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в интервью во вторник. Россия, понимая, какую угрозу несут такие боеприпасы для мирного населения, воздерживалась и воздерживается от их применения в спецоперации. В случае поставки Соединенных Штатам кассетных боеприпасов на Украину российские вооруженные силы будут вынуждены в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против вооруженных сил Украины. Шойгу добавил, что у вооруженных сил Российской Федерации на вооружении имеются кассетные боеприпасы на все случаи жизни. При этом, по его словам, они эффективнее американских, а их номенклатура шире и разнообразнее. 7 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов. Политик сообщил, что Вашингтон осознает опасность такого вооружения для мирного населения. Однако отметил, что Киев предоставил письменные гарантии очень осторожного использования боеприпасов. Министр обороны России Сергей Шойгу во вторник проинспектировал работу нескольких предприятий оборонно-промышленного комплекса в Татарстане. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Российской Федерации во вторник. На кадрах Шойгу вместе с главой региона Рустамом Минихановым посещает АО «Ремдизель», который производит, модернизирует и ремонтирует военную технику специального назначения. Глава оборонного ведомства рассмотрел образцы бронетехники, в том числе КАМАЗ-5350. На совещании глав ведомства по итогам посещения автозавода КАМАЗ Шойгу подчеркнул, что предприятия ОПК выполняют гособоронзаказ в соответствии с графиком. Кроме того, Шойгу посетил Казанский вертолетный завод, где проинспектировал производство вертолетов «Ансад» и «Ми-8». Политик также побывал на Казанском оптико-механическом заводе, который выпускает оптические приборы. Смерч над акваторией Черного моря и осадки в виде крупного града в Лазаревском районе Сочи попали на кадр очевидцев во вторник. По информации администрации города, все пляжи города остаются закрытыми в связи с продолжающимися осадками, а также сохраняющейся опасностью формирования смерчи над морем и шторма. По поручению мэра Сочи Алексея Капай-Городского, все службы работают в усиленном режиме. Вывешены красные флаги, спасателю не допускают людей к воде. Сотрудники ГИМС также контролируют обстановку на побережье, добавили в пресс-службе главы города. По прогнозам метеорологов, на территории Сочи вероятно сильные дожди, а также ливни с грозами и градом до конца среды. Новости нашего региона. Более 8 тысяч детей родилось в Воронежской области с начала этого года. Во втором квартале 2023 года рождаемость немного ниже, чем в первом и составляет 4089 малышей. Население Воронежской области с начала этого года пополнилось более чем на 8 тысяч малышей. Только с апреля по июнь в регионе родилось 37 двоин и одна тройня. В четырёх семьях родились десятые дети, в двух – одиннадцатые, а одна семья стала родителями 14-го ребёнка. Самыми популярными именами новорожденных стали Матвей и Мария. Также среди востребованных имён Александр, Иван, Тимофей, Кирилл, Дмитрий, Марк, Илья, Егор, Михаил и Максим. Анна, Милана, Алиса, Анастасия, Варвара, Ева, Виктория и Александра. Анна Корязина, 41 канал. Количество жителей Воронежской области укушенных клещами приближается к полутора тысячам. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора. С начала года в регионе за медицинской помощью после укусов клещей обратился 1461 человек. Самая опасная болезнь – клещевой энцефалит – в Воронежской области не выявляется. Однако клещи являются переносчиками других заболеваний. У пяти кровососов, привезённых из Лискинского района на исследование, обнаружили возбудители иксодовых клещевых баррелиозов. А в клеще из села Визноватовка Нижнедевицкого района нашли антиген возбудителя тулеремии. Заболеть после укуса можно и лихорадкой КУ. Болезнь поражает лёгкие, возникает атипичная пневмония, поражается центральная нервная система. Чтобы снизить риск заражения населения инфекционными болезнями, передающимися клещами, в регионе обработали 1142 гектара мест отдыха. Такие меры дают стопроцентную эффективность. Воронежскую область в рамках рабочей поездки посетил руководитель Федеральной службы Россельхознадзора Сергей Данкверт. Основная тема встречи касалась вопросов экспорта сельхозпродукции. Прошлый 2022 год был рекордным для Воронежской области по производству сельскохозяйственной продукции «Мы в тройке лидеров». И собрали около 7 миллионов тонн зерна. Но одной пшеницы сыт не будешь. И Сергей Данкверт предлагает переориентироваться на рынок, который интересен странам Востока. Все ушли у нас с производства, допустим, пшеницы, частично сои, хотя сои у вас тоже немного. Я, допустим, как раз сегодня обсуждал, губернатор говорил, что бобовые. Сегодня, если мы хотим иметь диверсификацию экспортного рынка, это бобовые. Это все вот то, что называется нут, то, что горох. Все это сегодня широко употребляется в арабском мире, чечевиц. Если мы хотим быть конкурентоспособными, мы не только пшеницу должны поставлять в Египет, в Марокко, в Волжи. Мы сегодня должны поставлять все бобовые в Иран, в Ирак. Во время встречи с правительством региона Сергей Данкверт обсудил возможности поставок животноводческой и растениеводческой продукции за рубеж. А также затрагивались вопросы освоения новых рынков сбыта. Сельхозазор нам содействует в открытии новых рынков, в аттестации наших предприятий и поставке великолепной нашей воронежской продукции, которая по итогам прошлого года составила более 574 миллионов долларов США. Мы экспортный потенциал наращиваем. Одно из предприятий нашего региона будет использовать специальную упаковку, которая позволяет сохранить мясо в охлажденном виде 28 дней. Это позволит увеличить производство и поставки нашей продукции. Для нас очень важно открывать новые рынки. И буквально по итогам прошлого года при всех санкционном давлении, при том, которое было, открыты более 10 стран. За последние годы Ростельхознадзор сумел переориентироваться на решение новых задач. Так, теперь существуют специальные цифровые сервисы, которые помогают прослеживать продукцию на различных этапах от сырья до появления ее на прилавках. Если будет выявлена подделка в производстве, все материалы дела передаются в прокуратуру. Если мы хотим эффективно работать, мы должны работать быстро. Если мы хотим работать так, чтобы ждать месяц, за месяц люди меняют все. У нас был случай, когда в Новгородской области производили не совсем мед, который писали. Вот пока мы брали разрешение, они все вывезли на другую территорию. И мы потом эту территорию нашли и сфотографировали, что там бочки с глюкозой, которая с Ефремовского завода, который перерабатывает кукурузу. Раньше это было на заводе. Если бы нашли на заводе, то это была бы доказательная база. А когда мы нашли в чистом поле, то это теперь ничье. За фальсификат и контрафакт будет проще наказать, считают в Россельхознадзоре, если ведомству напрямую передадут право на это, без участия других государственных органов. Олеся Лисюк, Валерий Бобкин, 41 канал. За первое полугодие в Воронежской области изъято из оборота 20 партий молочной продукции, не отвечающих требованиям технических регламентов Таможенного союза. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. За первые шесть месяцев 2023 года в регионе из оборота изъято 20 партий молочной продукции. Специалисты Роспотребнадзора проверили 524 объекта, осуществляющих производство и реализацию молока и молочных продуктов. За выявленные нарушения требований технических регламентов Таможенного союза на ответственных лиц наложено 116 штрафов на общую сумму 590 тысяч рублей. При проведении лабораторных исследований по санитарно-химическим, радиологическим показателям все пробы отвечали нормативам. В молочной продукции не обнаружены генно-инженерно-модифицированные организмы, антибиотики, радионуклеиды, пестициды. Из 3346 проб, исследованных на микробиологические показатели, лишь четыре не соответствовали требованиям технических регламентов. Теперь воронежцы будут меньше переплачивать по микрозаймам. В июле вступили в силу поправки в закон о потребительском кредитовании. Они предусматривают снижение потолка ставок по судам. Теперь кредитор не может начислять заемщику проценты, штрафы и иные платежи, превышающие 130% от суммы основного долга. Когда нужны деньги, но их нет, зачастую люди обращаются в банки, но бывает и так, что нет времени ждать одобрения кредита или пришел отказ в его выдаче. Тогда многие берут займ в микрофинансовых организациях, которые дают в долг на небольшой срок, но под немалый процент. Но теперь изменения в законе о потребительском кредитовании ограничат аппетиты таких организаций. 1 июля вступили поправки в закон о потребительском кредитовании. Они гласят о следующем, что предельная процентная ставка снижается с 1% до 0,8% в день. То есть банки не смогут начислить вам больше, чем 0,8% в сутки. И предельная задолженность по вашему долгу, по процентам, она не сможет превышать 130% тоже от накопившейся суммы. То есть как только ваш долг подошел к порогу, банки и МФО не смогут уже больше начислять какие-либо проценты, штрафы, пение и так далее. Но если взять на простом примере, например, 10 тысяч рублей займ в МФО, то, например, в сутки вам не смогут начислить больше, чем 8 рублей. И это может продолжаться только до тех пор, пока ваша сумма задолженности не превысит 13 тысяч рублей. То есть если в микрофинансовой организации вы взяли в долг 10 тысяч рублей, то в совокупности с учетом процентов вернуть нужно будет не больше 23 тысяч. Также это касается и специальных предложений по МФО. Это с суммы до 10 тысяч рублей и сроком до 15 дней. Там тоже снижается и предельная процентная ставка с 2% до 1, и предельная сумма задолженности с 30% до 15, то есть ровно в половину. И таким образом максимальная сумма задолженности по данному виду кредита не сможет превысить 11,5 тысяч рублей, если мы вернемся к нашему примеру, если сумма долга у вас 10 тысяч рублей. Такие изменения, несомненно, в пользу заемщиков. Но прежде чем обращаться за деньгами в микрофинансовой организации, нужно понимать, как работает такая схема кредитования. Идеальная схема работы микрозайма – это небольшая сумма на короткий срок. Тогда это работает как хороший финансовый инструмент и помощник заемщику. Просто не все люди понимают, иногда обращаются в микрофинансовые организации за крупной суммой, и тут уже риски попасть в сложную финансовую ситуацию, они, конечно же, увеличиваются. Поэтому Банк России и предпринимает все действия и шаги по тому, чтобы снизить закредитованность населения и защитить в первую очередь граждан от попадания в такие ситуации. Несмотря на изменения, многим гражданам микрофинансовой организации не внушают доверия. Наверное, к микрозаймам плохо отношусь. Лучше в банк пойти. А почему? Мне кажется, честнее, надежнее, 5% другие. Ну, как-то много очень информации плохой о микрозаймах. Очень много. Если брать эти микрозаймы, возьмешь тысячу, вернешь пять, я понимаю, иногда необходимость какая-то. Ну, тяжело возвращать потом, наверное. И лучше жить все равно по средствам. А как вы относитесь к микрозаймам? Ой, очень плохо. Почему? Не люблю. Люблю скопить и купить. Долговая яма для людей. Этого нельзя. Большой соблазн – долговая яма. Я считаю, что это надо законодательно запретить. Микрозаймы точно. Но эксперты считают иначе. Микрозайм – как один из инструментов решения финансовых проблем. Если мы предположим, что уберем с рынка микрофинансовую организацию, то тогда, тем самым, мы сможем подтолкнуть людей обращаться к нелегальным кредиторам. Такой серый рынок у нас тоже существует. И, к сожалению, люди тоже попадают к такого вида мошенникам. Тут нужно сказать, что как только человек обратился к мошенникам, он сразу выпадает из правового поля. И здесь уже перестают работать те механизмы защиты, которые сейчас законно работают, и Банк России регулирует и расширяет их. Подводя итог, можно сказать, прежде чем взять в долг у банка или микрофинансовой организации, нужно просчитать все, чтобы не оказаться в долговой яме. Внимательно читать договор и, конечно, обращаться только к официальным кредиторам. Анна Корязина, Дмитрий Хлебный, 41 канал. В Воронеже строители закончили ремонт дорожного покрытия на половине Северного моста и тут же приступили к работам на другой части путепровода. Утром 12 июля водители, выбравшие для пересечения водохранилища Северный мост, ехали уже по новому асфальту. Работы по замене дорожного полотна, шедшей в круглосуточном режиме, на стороне моста, ведущей на правый берег, завершены. Старое покрытие срезано, на новое нанесена временная разметка. Выделенной полосы для общественного транспорта на время ремонта второй половины моста не будет. Сейчас строители приступили к работам на стороне моста, ведущей на левый берег. Воронежец обстрелявший преследовавших его сотрудников ДПС из фейерверка отправлен на принудительное лечение. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета России. Утром 6 февраля сотрудники ГИБДД заметили на улице Плехановской опасно маневрировавший автомобиль. Требования остановиться водитель проигнорировал и попытался скрыться. Во время погони он, открыв окно, начал стрелять из пиротехнического устройства в сторону автомобиля ДПС. Нарушителя удалось задержать. Им оказался 36-летний воронежец. Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением их своих должностных обязанностей». Во время следствия было установлено, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством и в момент совершения уголовно наказуемого деяния не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Постановлением суда он направлен на принудительное лечение медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа. В поселке Рамонь Воронежской области состоялось первенство Центрального федерального округа по футболу среди девушек. Наша съемочная группа побывала на соревнованиях. 12 июля в поселке Рамонь Воронежской области на стадионе «Юность» состоялось первенство Центрального федерального округа среди девушек до 17 лет. В соревнованиях приняли участие команды из Белгородской, Липецкой, Волгоградской и Брянской областей. «На стадионе поселка Рамонь проходят отборочные соревнования, зональные зоны «Центр» среди девочек до 17 лет. Значит, победитель этих соревнований будет потом участвовать в финале первенства России по этому возрасту». Женский футбол в стране развивается. Чемпионат России среди представительниц прекрасного пола проводится с 1992 года. Женская сборная России по футболу неоднократно принимала участие в чемпионатах мира и Европы. Воротарь Липецкой команды спортивной школы номер 12 Дарья Митина призналась, что стать воротарем ее вдохновил наш прославленный голкипер Лев Иванович Яшин. «Сложно быть голкипером вообще?» «Ну, в каком-то случае да. Там надо очень хорошо ловить мячик. Надо покупать всякие вещи для этого и все остальное». Женские соревнования по накалу страстей ничуть не уступают мужским. Там также присутствует борьба, травмы, победы и горечи поражений. Арбитр встречи Никита Латынцев признался, что девушек судить намного сложнее, чем мужчин. «Вы знаете, честно, да. Хотя футбол как есть, там шесть букв, так он остается. Но женский футбол, специфика судейства, конечно, немного отличается. То есть там трактовка единоборств. Где-то надо свистнуть лишний раз, чтобы девочки не получили травмы. Но своего рода для арбитра это опыт. Интересно». Женский футбол сейчас на особом контроле у Российского футбольного союза. «На данный момент уделяется большое внимание Российским футбольным союзам именно развитию женского футбола. У нас сейчас, знаете, уже при командных профессиональных суперлигах очень много команд создано. «Зенит», «ССК» и так далее. «Рубин», «Казань». «То есть это на данный момент в нашей Воронежской области, у нас сейчас при Академии «Факел» профессионального клуба созданы группы девушек, которые сейчас на данный момент находятся в Ейске. Но перспектива какая, что начиная, я так думаю, с местных воспитанниц, когда они постепенно подрастут, как говорится, повзрослеют, эта команда, я думаю, будет в дальнейшем играть в всероссийских соревнованиях уже среди взрослых женских команд на их базе». Виктор Шацкий, Дмитрий Хлебный, 41-й телеканал, Воронеж. Это все на сегодня. Ждем от вас обратной связи. Звоните нам по телефону 206-9406. Пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также ждем вас на официальном сайте 41-го канала. Смотрите «Воронеж. События. Факты» в телевизионном эфире и в кабельных сетях в 0 часов в 3, 7, 9, 12, 15, 19, 30 и 21, 00. По московскому времени. Также смотрите онлайн-трансляцию прямого эфира и подписывайтесь на наш YouTube-канал. А я с вами прощаюсь и в завершении выпуска о погоде в мире и Воронежской области. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok